Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Фомина, за звукорежиссёрским пультом Геннадий Савкин. Сегодня наша программа посвящена теме «Возвращение». Каждый из нас на протяжении своей жизни испытывает потребность возвращаться к родным и близким, любимым книгам, старым домам, где прошло наше детство, к своему прошлому. И это возвращение так или иначе меняет нашу жизнь. Мы становимся другими. О композиторе Александре Лакшине я узнала задолго до того, как начала собирать материал для сегодняшней программы. Это имя в Воронеже произносили с уважением и всегда с оттенком раздумья. Композитор сложной судьбы. Да, музыка Лакшина редко звучала в России, но её можно было услышать на кассетах, которые хранились в частных архивах энтузиастов-музыковедов. А вот что стоит за определением сложной судьбы, я поняла совсем недавно, в ноябре прошлого года. Поехала в Москву, в командировку и, можно сказать, почти случайно познакомилась с семьёй покойного композитора. Вернулась домой с записями его произведений и желанием узнать, что же всё-таки скрывается за общей фразой «Человек сложной судьбы». Александр Лазаревич Лакшин родился в 1920 году в Бийске. Дважды изгонялся из Московской консерватории по идеологическим мотивам, после чего долго не мог устроиться на государственную службу. Не занимал никаких постов, ни разу не смог выехать за границу на исполнение собственных сочинений. На родине, в России, его произведения не раз исключались из концертных программ по указанию партийных органов. За четыре года до смерти ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, без права на персональную пенсию. «Скончался Александр Лакшин» в 1987 году в Москве. Биография человека умещается в несколько предложений, а вопросы, которые появились при жизни, требуют ответа до сих пор. И ответ есть в книге «Гений зла», которую написал сын композитора Александр Александрович Лакшин. Название книги тоже из биографии. В мае 1941-го, накануне государственных экзаменов Московской консерватории, Лакшина исключили за сочинение «Цветы зла» на стихи Бадлера. В те годы он считался у нас идеологически вредным поэтом. В июне Александр Лазаревич записался добровольцем в ополчение. Через неделю, после тяжелого приступа язвенной болезни, он был комиссован. И до осени 1941 года гасил зажигательные бомбы на крыше консерватории во время авианалетов. Лакшин очень любил стихи. Из его 11 симфоний 10 написаны на поэтические тексты. Это стихи разных авторов, среди которых Маяковский и Симонов, Сологуб и Заболоцкий, Шекспир и Пушкин. Музыку Лакшина считали гениальной те, кто действительно в этом разбирался. Его сочинения исполняли выдающиеся музыканты. Пианистка Мария Гринберг, струнный квартет имени Комитаса, Композитора высоко ценили дирижеры Рудольф Баршай и Евгений Мравинский, а Дмитрий Шостакович старался не пропускать его премьеры. Музыка Трагедия жизни Лакшина – это трагедия целой эпохи, когда недоверие для очень многих стало способом существования. Можно называть это как угодно – приметой времени или массовым умопомрачением – степень страдания от этого не меняется. О том, чем были пропитаны те годы, размышляет сын композитора, преподаватель Московского педагогического университета, автор книги «Гений зла» Александр Александрович Лакшин. Все-таки сам-то я жил уже в другом времени, и как-то настроиться, перенестись туда на 50 с лишним лет назад. И вот некоторые детали мне помогли это сделать. Не так давно вышла книжка под редакцией Александра Яковлева, называется «Государственный антисемитизм в СССР». Там написано в сноске, что в конце 40-х годов имелась глубоко законспирированная сеть из почти 11 миллионов тайных общественных агентов-информаторов. 11 миллионов. Чтобы проникнуться духом времени, нужно знать эту цифру, иначе не понять истории собственной страны. Это же значит, что каждый десятый среди взрослого населения, а среди интеллигенции, вероятно, другой процент там, не каждый десятый, а в окружении, допустим, какой-нибудь интеллектуальной элиты. Там как? Тут нет таких данных. Но это значит, что вся атмосфера была насыщена не просто страхом, а страхом обоснованным. Это значит, что стукачи стучали друг на друга, проверяли друг друга, их прослушивали через прослушку, насколько они объективны. Всё вот это делалось. И как в этой ситуации можно было вести себя неосторожно и трепаться просто в любой квартире. Это можно было делать по-крайнему легкомыслим. Цитаты из Ахматовой. Это из книги Лидии Чуковской. Ахматова ходила в 56-м году в гости к Пастернаку на званый обед. И Лидия Чуковская ей говорит, как я вам завидую, вы были в таком замечательном обществе. А я там очень устала, ответила Анна Андреевна. Мне там было неприятно, тяжко. Устала от того, что никак было не догадаться, кто здесь сегодня стучит. Вот эти штрихи, они как-то помогли мне окунуться в эту атмосферу, представить себе, что же там реально происходило. Конечно, очень важны сами черты личности тех людей, которых использовали в тёмной. С помощью вот этих подслушанных разговоров. Ведь можно было и не поверить. После второго изгнания из Московской консерватории в 1948-м с распространённой в те годы формулировкой «формалист», Александр Лазаревич Лакшин попадает в жернова времени. Арестованы его знакомые. Подозрение падает на Лакшина. Композитор становится изгоем. Музыканты и дирижёры, за исключением очень немногих, отказываются исполнять его сочинения. В семейном архиве Лакшиных хранится письмо композитора Бориса Тищенко, в котором есть такие строки. «Я всегда любил Александра Лазаревича и никогда не верил слухам. Хочу вспомнить, как мы с Шостаковичем пришли на исполнение реквиема Лакшина в зал имени Чайковского. Дмитрий Дмитриевич оглядел полупустой зал и сказал, «Неужели на восьмимиллионную Москву не нашлось 800 человек, чтобы послушать гениальную музыку Лакшина?» Через год после смерти композитора дирижёр Геннадий Рождественский предъявил его супруге Татьяне Борисовне Алисовой и Лакшиной ультиматум. «Пока вы не докажете мне, что ваш муж невиновен в арестах, я исполнять Лакшина не буду». Случайно брошенная фраза, не подтверждённая ничем, кроме эмоций и убеждённости обвинителей, обросла усложливыми фактами, примерила одежду правды, да так и осталась в ней на долгие десятилетия немоты и забвения. Продолжение следует... Продолжение следует...